о я снимаю глядя на эту камеру даже без управления телефоном привет зритель да я догадалась повернуть ее вот так вот к лицу я не смогу вам сейчас показать как это выглядит если хотите гляньте обзор на эту камеру день в сети или может быть я и делала этот обзор вот так вот что было видно короче говоря решила я в этот раз попробовать как бы протянул руку и нажал на кнопочку как раньше было протянул руку и нажал на кнопочку как некоторые до сих пор делают которые опять что не умеют монтировать но при этом все равно нажимают на кнопочку даже не срезают это при монтаже делают как бы типа специальные ляпы ну да благословит их кто-нибудь в общем сегодня у меня 12 день эксперимента я уже вчера поняла что я его неправильно начинала и можете вопить что я типа такая вот не выдержала и закрываю раньше времени деньги у меня еще остались а у меня где-то было 160 с копейками 160 рублей сколько-то копеек я сегодня и стратила 95 рублей и 8 копеек минус того что я вот снимаю вот так я нихрена не вижу как я конкретно там вот подставляю но с другой стороны мне не надо нажимать на телефон то вчера сидела думала вот чем отличается то что я сейчас управляю видеокамерой нажимая на телефон от того что я снимала на фотоаппарат еще на кассе и нажимала на кнопочку и выключала на эту кнопочку но иногда это срезала или когда обленилась а и моя подписчик добрый подарил эту вебку для стримов и вообще снимала на эту вебку мне вопили куда ты тут смотришь на потолок и не смотришь камеру смотри в камеру смотрю пырюсь прям на вас в эту камеру короче и я подумала почему бы не попробовать так ведь я покупала ты в основном именно эту модель что вот на другие тоже модели так вот крутятся иногда не все крутятся именно вот эту модель я хотела еще вот ты смотришь на нее и она смотрит на тебя и квадратиком тебя выделяет это лицо короче я вчера поняла что надо было все-таки неправильное дело надо было именно тысячу оставить на с расчетом именно на еду ведь как я говорила что не буду хочу именно на тратить на еду и хочу как бы не покупать лишнего там сладкого еще что-то еще что-то я вчера вот стала у зеркала глянула такая тройняшка сегодня тоже стала в ванной глянула такая стройняшка вообще ко мне сегодня человек собирался я не помню зритель привет эти говорила привет зритель на всякий случай но человек чет не знаю то ли действительно проблема не приехала то ли придумала проблему как-то я не стала сгоняться на эту тему в одно место меня как бы звали но перед этим не позвонили по телефону и другой человека весливо намекнули что мы не там не рады и совсем не рады и ну я думаю не рады наверное позвали уже чисто известливости мо по умолчанию с надеждой что не явлюсь я не явилась думаю чё я раз мне не рады зачем я пойду туда где менее рады да еще на то чтобы быть массовкой мне как-то не охота уже у меня 10 квартир свои у меня другая реальность окружает именно правильная реальность короче говоря еще как бы я думала что меня позовут другое место но меня не позвали другое место внезапно в этот году ну как-то не сложилось может позже позовут не знаю но еще получилось так что я лежала думала чем бы заняться помимо того что у меня тут как бы перевод может это как-то вот сейчас это вот покрутить вон там немножко видно этого планшетика точнее не планшетика ноутбучика короче в общем у меня там перевод вчера я вообще в него не ложилась не садилась не ложилась никак не не залезала я подумала что ну раз никто не явится ко мне никуда мне не надо я доделаю перевод а тут мне название вот моя ближняя родственница которая у меня еще не была вот как мы тут все уже уделали оказывается мы не две недели делали ремонт я и забыла короче мне кажется ну да две недели так и было кажется хотел сказать что больше та квартира которую мы чуть было не купили оказывается уже тоже продалась но я очень рада что мы купили эту квартиру когда мы смотрели ту квартиру я так была расстроена что там такой узенькая кошечка на кухне бойница прям какая-то и средневековая вот ну мы купили из-за того из-за некоторых перепить и перепить и из пили перепивших сверху в той квартире скажем так или как-то так мы купили в итоге эту я очень рада короче ну человек еще не был в этой квартире именно вот как вот она стала но смотрел когда ее мы только еще как бы собирались покупать и в процессе этого начала ремонта и как бы человек решил со мной ко мне прийти его позвонил игру приходи я знала что придет ай блин пардон отдашься и вот она пришла и мы чаю попили я решила супчик сварить грибной там еще чего-то ну и вот как-то потом еще прогулялись а в итоге я вот зашла в магазин и я чего вчера поняла что я вот значит этот на еду надо тратиться до тысяча на еду в принципе тысячи на еду я купила себе хну в самом первый день я купила себе этот конвертик я потратилась там на пакетик этот пластиковый я потратилась еще на эту всякую пленку и пищевую какую-то фольгу ну короче если выделять именно тысячу на три недели или там на какую какую-то другую сумму на какой-то другой срок то надо все-таки действительно делать грань что вот там какие-то деньги которые у меня есть мало ли сколько у меня есть вас должно касаться вы к этим деньгам вообще никаким местом не относитесь короче тратится на какую-то бытовуху а вот то что тратится на еду вот это определенная сумма меня конечно это не проработало но и с другой стороны у меня испортился сыр который я покупала до эксперимента вот обзор этого всего еды у меня испортился сыр он помер я поняла что видимо все таки лучше лично для меня покупать сыр нарезки из того же ашана потому что дорогой допустим сыр из местного магазина из одного из местных магазинов что дорогой что не очень дорогой он по вкусу одно и то же как-то я разницы не секу и они у меня очень быстро умирают мне чуть я еще сказала ну на десятый день это нормально что он умер вообще-то раньше на десятый день сыр лежал и жрать не просил ну когда этих санкций еще не выводилась может с этим связано конечно но другой стороны я покупала углический сыр и чем углический сыр отличается от того который был до санкций вообще без понятия ну и короче этот меня мало того что умер этот сыр две трети вообще куска ну грубо говоря грамм сто пятьдесят монитор потух но утону ладно он уснул ой блин опять зеваю хотя вообще-то выспалась короче у меня еще я забыла про сыр рикотту который каждый день я потом пустых баночках наверно обозрю но баночку я уже помыла на мне так понравился этот контейнер и сегодня намутило домашнее мороженое но у меня морозилки вот одна из один из контейнеров как раз эта баночка заюзлась я думала что ко мне человек придет гости человек не явился ну да господь с ней как бы сказала одна моя верующая знакомая но господь не с ней потому что я тут а она там и в общем у меня этот сыр рикота там ну где-то одна четверть осталась я тупо про него забыла открыла он у меня откинулся с ним примерно тоже стало что мне обычно створогом бы вот я сегодня вот узнала что окажется женщина у которой брала молоко за она замочила козла это же не знала что у нее козел бы хотя по идее если бы не было козла козы бы не рожали замочила козла и еще двух кос его почему она говорит ну они старые ну я что-то не подумала что старые козы как бы это надо их уже на мясо ну в общем каких-то кос она сказала будут запускать людей если вы в курсе что такое запускать я совершенно забываю не помню запускать корову то значит она должна родить и как бы доить ее нельзя видимо коз запускать это они должны родить да ну короче если привезут молоками сказали то привезут кто мне свои то если нет то нет для нее то сюда нет поэтому я пока покупаю человек который тоже был покупал молоко корове посоветовал только которая как бы я обычно беру в этот раз она была но у меня пока есть еще то молоко из светофора, ну и в общем что я еще говорила да, вот, эксперимент конечно, я раньше его завершаю еще надо учитывать, что там день рождения еще что-то, еще что-то, у меня 1 декабря там у родственников тоже день рождения, вот сегодня еще ближних друзей день рождения то, что надо как-то что-то покупать в общем, если буду еще делать эксперимент то буду выделять сумму исключительно на еду, не учитывая, что там вот что-то я буду тратить на что-то, на что-то несъедобное плюс я, конечно, стала реже я вообще стала ходить в магазин вот даже вот за молоком ходила там или еще за хлебушком я покупала исключительно то, что мне надо, оно как-то организует как бы намекает, что типа я вот тут буду делать обзор и как-то я скажу зрителям что я купила всякой неведомой хрени когда вроде делаю эксперимент, именно чтобы не покупать эту неведомую хрень, как-то оно организует держит в строю покупать всякую хрень не хочется правда еще и дата при этом умирает который до этого купили я совсем забыла, что у меня там этого еще упаковка красной рыбы осталась вот делала тут бутерброды кстати, тем хлебушком, который вот последний раз я обозревала из зачета этого отчетного эксперимента экспериментального отчета вот он этот типа Бородинского или что-то в этом роде короче, так специфически интересно делать со сливочным маслом и красной рыбой это вкусно довольно ну, так необычно обычно же на белый хлеб мажешь это все как-то короче оно как-то организует в общем, что хочу сказать у меня получается у меня 65 рублей осталось в принципе, я могла бы прожить на эти 65 рублей потому что, ну как там хлеб только покупать молоко у меня тут еще есть из 21 дня изначально как бы я планировала там, ну, до конца декабря этого, пардон, ноября это то бишь было бы сколько у нас там 17 дней и вот да, 17 дней, 2 недели как раз и 5 дней, что-то такое короче 17 дней было бы и в принципе как бы вот 12 или 17 не будет 65 рублей и хватило ну мясо я не покупаю потому что тут нарылась в морозилке еще кусочек какого-то мяса какого-то у меня было в принципе только свинья часть морозилки я, конечно, разгребла ну в принципе, я считаю, что можно прожить если вот именно на еду тратиться вот при этом, правда даже при этом имея там вот как бы именно все те овощи которые вот человеки обычно покупают а у тебя они есть еще и заготовки из этих овощей есть как бы заготовки покупать не на я считаю, что вполне реально это прожить хоть мне там вопили что как ты живешь но если вы получаете до хрена денег и вам позволяют 30 тысяч на троих тратить этого месяца или там 15 или сколько там то ну я за вас рада у меня такого дохода нету к сожалению или к счастью не знаю как уж это к чему, наверное к сожалению к вашему сожалению скорее всего но в принципе при желании можно жить там мне кто-то вопил что вот посредством надо жить деточка я последнее свою последняя хрен знает сколько лет живу посредством или всю жизнь наверное кредитах не была замечена вообще вот и лично я на себя ни разу не брала за свою жизнь кредиты мне 34 года кредитные карты и так далее хотя вот мне сегодня звонили по телефону смотрю номер не определился надо было не брать ну думаю мало ли кто у меня иногда и свои-то не опридираются а там такой этот автоответчик типа наш менеджер до вас не дозвонился но мы вам одоблили карту кредитную халва думаю нахрена мне ваша карта кредитная халва причем помню полгода назад я торжественно отказалась от этого бреда добавила в черный список черный список думаю резиновый растянется или как там не резиновый растянется в общем я купила сметану потому что я сегодня сварила себе суп грибной из замороженных грибов которые я собирала вручную и разбирала вот как раз 8 октября в годину нашу ну та которая типа авария в этом году я совершенно про нее забыла как мне сказала моя тетя у тебя же не устаканилась вот тому и забыла реальность правильная окружает сметану я стабильно такую покупаю последний раз я как-то покупала на разве сметану что-то она у меня умерла ну в общем я так поняла еще она как-то подорожала и почему-то с меня 5 рублей ни за что сняли я не поняла я решила вернуться к своей сметане потому что она как-то дешевле выходит да-да можете попить в комментах я не экономлю поэтому я такая счастливая ко мне на какой-то ролик прискакали хейтеры которые меня смотрели потом отписались одна девочка стабильно приходит у нее такой ник у нас есть с моей знакомой верующей женщина у которой фамилия как она говорит говорящая ну допустим человек тупой а фамилия иначе звучит а тут человек считает себя счастливой но постоянно подсеряет вот знаете вот я общалась очень долго с одной девочкой у нее оказывается было косоглазие и вот пока она мне не сказала с обидой что типа почему ты не замечаешь что у меня косоглазие я так пригляделась посмотрела ага да действительно косоглазие ну как бы человек счастливый он не замечает недостатки других а даже если замечает то у него срабатывает вежливость он не указывает на них а человек который всем говорит я такой счастливый не будет будет конечно же срать вам в комменты о том что вы поотправились я кстати да я щупала эти руки я не знаю как выглядят эти мышцы потому что у меня их никогда не было а сестра помню в детстве одна из меня троллила типа сделай руку так там что-то должно выдвигаться но я вчера перед немножко увеличила нагрузку на тренажерах на некоторых лучше не надо было когда чувств мне еще тюти я говорила что в ущерб лучше не делать ну типа если чувствуешь что откидываешься то не надо а тут я чувствовала что сейчас откинусь а уже откидываюсь и что-то все равно думаю ну рад делала 110 на 120 уже делать короче этих ну движений на определенном тренажере короче что-то слегка переборщило в общем я считаю что эксперимент у меня будет закрытым хотя в принципе если хотите я могу по домам сказать что да я вот тут купила мясо на те деньги что у меня были плюс еще добавила которые у меня есть ну я думаю что надо закругляться потому что немножко напрягает еще тот момент что забываешь что а вот кто-то должен прийти этот кто-то хочет немножко другой еды которая у тебя есть и на который у тебя нет и тебе на эту еду надо тратиться а у тебя тут эксперимента ты же не можешь сказать человеку что знаешь я вот тут решила экономить поэтому тебе придется есть не вот это что что ты хочешь а другое ну как-то невежливо да человек же не должен не должен этот страдать от того что вы там эксперимент решили проводить в общем молочные продукты сметана 15% жирности 27 с копейками она стоит хорошая сметана по-моему Рыбинская да Рыбинский район поселок Юбилейный сделана она у нас 23 ноября так куда показать-то так наверное я тут даже напомадилась забыла что я напомадилась как муласть рта палец окрасился короче я помню как мне одна моя знакомая пенала что ты должна краситься ой слушайте забыла ногти на краске у меня вообще лак стирала вчера не очень удачно там еще какие-то капельки остались будто каплика ты должна мониториться марафетиться на каждый ролик потом узнаем она оказывается дома ходит не накрашенная мужа пугает своим видом потому что однажды она меня напугала своим видом я думала что она заболела оказалось она была не накрашенная для меня был шок что она всегда была вот это то что я думала натуральное это накрашенное было нарисованное а на камеру она рисуется ну в общем я тут тоже слегка нарисовалась так ну благодаря правда ютубу я стала не забывать красить губы когда выхожу на улицу не то чтобы помойку с накрашенными губами выкидывать а так если куда в люди типа выходишь а то я помню оказывается заменой все шесть лет в театре книги библиотечном мне моя знакомая говорила что надо как-то это рисовать себе лицо а то люди не видят его думаю глаза особенно нахрена мне глаза рисовать когда у меня фотохромные очки там при желании и так не увидят если они темными станут смысла вообще не знаю не вижу очкариком краситься глаза в смысле не дала природа вам ресниц ну ладно как-то это уж совсем не терпится ну накрасьтесь а дала так а нахрен их еще марафетить поверх если они и так черные короче я купила себе две хурмы выбирала мне их тетя ну я думала что они помягче будут и почернее не знаю короче но у нас так случилось что мы все втроем поперлись в магазин и хошь не хошь а вот здесь немножко вроде черненькая ну в общем я надеюсь что она вкусная в следующий раз буду выбирать сама себе хурму почем была хурма сейчас скажу вам хурма была у нас 86 рублей 70 копеек это за килограмм у меня 360 грамм 31 рубль 21 копейка сметана 27 рублей 90 копеек подорожала где-то на рубли или на 20 в тех времен как я ее месяца два назад покупала слива овальная 119 рублей 90 копеек килограмм 300 грамм у меня вышло и 35 рублей 97 копеек сейчас я вам ее покажу я что-то все хотела вот так съездить купить там этой сливы замороженной без косточки а тут думаю ну куплю себе сливы если жрать нельзя ее будет ну в смысле кислая крепкая или еще что-то расхреначу косточку достану миксером насадкой которая блендер раздолбаю ее и сделаю то что я хочу себе это сделать там один такой типа десертик в общем вот слива ну и как бы все что хочу сказать людям если вы решили экономить и при этом у вас огород или сад ну как бы свое подспорье небольшое что есть у вас допустим это самое как вот там овощи там картошка морковка свекла и прочая требуха что есть у вас заготовки вы сами делали или вам кто-то помогал есть у вас варенье всякое особенно если у вас есть мед в принципе слушайте можно прожить нормально так это экономия и при этом на сэкономленные деньги купить себе что-нибудь я вот тут одну штуку хотела но у меня с другой стороны есть миксер и менять шило на мыло как-то неохота но можно на эти деньги купить себе там какую-то шмотку шмотки у меня есть можно подкопить еще с десел и куда-то съездить допустим потому что в принципе приходится тряситься чисто на хлеб но если уж совсем приспичит можете сами этот хлеб я хотела еще лепешки себе сделать но что-то у меня как-то руки не дошли в этот раз это лепешки заводить какие-нибудь себе потом если вкусняшки хочется лучше сделать бисквитик самим потому что в этот бисквитик непонятно что добавлено не всегда подписано иногда не написано никаких эфирных этих эфирных пальмовых масел и не написано допустим что там ешь 666 отслеживания кориган или еще что-то такое а поешь а глаза изнутри чешутся и сам короче аллергия чувствуется пищевая появляется потом как бы тратишься на хлеб тратишься на яйца тратишься на молоко и тратишься на мясо все ну на молочку я еще сегодня проснула думаю так хочу кефира пойду встану я так куплю кефира то он вспоминает что один магазин в 7 утра работает до часу ночи а час уже прошел а 7 еще не наступило а другие тоже как-то то ли с 8 то ли с 9 то он думаю у меня есть молоко правда из него это не кефир ну и думаю и кефира из него вроде как-то не своять может конечно можно своять но долго ждать и понимаю что надо наверное уже как-то закругляться короче говоря в общем можно купить когда вот этого все есть что нужно покупать молочку потом мясо яйца хлеб все ну там фрукты еще иногда иногда хочется фруктов иногда не хочется иногда вот сижу у меня есть какой-нибудь фрукт я его купила на кой хрен я его купила надо его есть надо есть его а то он испортится и вот если я заставлю себя его съесть то он не испортится а если не заставлю то он в итоге откидывает коньки можно купить сухофруктов себе вот у меня тетя тут была в гостях о говорит коровками затарилась я говорю я еще и курагой закупилась в светофор ездила оказалось они не брезгуют светофором как и раньше я знала ну в общем тоже кто-то из дальней родни не совсем кровной тоже туда зачем-то ездит ну там можно покупать как мне говорили это бытовуху вот эту всю бытовую химию ну и что-то иногда можно путное найти и типа мясо там приводят по каким-то дням его можно покупать я даже нашла группу вконтакте улическую там что-то мясо по 190 что ли но что-то это надо караулить ехать там через весь город а там мне легче до солнечного дойти и выбрать то что есть ну и в общем вот такой наверное болтливый долгий обзор на 12 дне я заканчиваю 65 рублей у меня остается роллы мне не пришлось заказывать потому что человек не явился что-то еще такое как бы мясо я не покупала потому что у меня еще немножко осталось ну и да если у вас еще есть сушеные грибы у меня их не было к сожалению но мне сегодня подарили маленькую баночку соленых грибов у меня еще свои соленые есть и замороженные были из замороженных вида 3 наверное вот можно сварить грибной суп можно пожарить эти грибы с картошкой опять же как помню моя ну раньше мы с ней дружили скажем так одна моя знакомая младшая сестра одной моей одноклассницы говорила когда я ей как-то сказала ой блин жрать нечего она говорит Лёля у тебя есть картошка говорю есть картошка да тебе ещё есть а одна из картошки чё только не ваяла даже тупо сварить картошку да масло сливочное покупать но я покупала тут при запас короче ну как бы его тоже можно к молочке отнести масло сливочное или подсолнечное у меня даже кстати я так и не купила то масло другое потому что что-то ну оно у меня еще немножко осталось что-то как-то я такой я не видела в магазине до Ашана я не доехала до сих пор. Именно за этим маслом. В общем, она как бы варила, помню, картошку, у неё была какая-нибудь там приправа. Варите картошку, приправа, подсолнечное масло или сливочное масло. Или просто картошка в приправе с солью и хомячки. Так что, если что, прожить можно. По крайней мере, 12 дней я вот прожила, у меня ещё деньги остались. Всем спасибо за просмотр. Если он, этот ролик был сумбурный, то вам как бы не прибыхать, если вы мой подписчик, и не первый день на меня подписаны. и смотрите. Если вы меня смотрите, даже не будучи подписчиком, то я знаю, что у меня там процентов 30 где-то есть подписки, которые, ну ладно, уже, учитывая, что 200 с чем-то человек отписалось, и ещё сколько-то отписалось, процент... Ну, человек, скажем так, 300, может быть, меня, чисто на меня подписаны, процентов, допустим, там, 5, уже, скажем так, из той суммы, что сейчас есть этих подписчиков. На меня тупо подписаны, и я знаю, что они стопудово меня не смотрят, или давно не смотрели, не заходили, или просто подписаны. Из тех, что я на тебя подпишусь, ты на меня подпишись, но я на них не подписался, они, видимо, ждут или подождут и отвалятся тоже. Короче, те, кто смотрит меня не первый день, в курсе, что у меня сумбурные видосы по большей части. Ну, иногда они как бы не сумбурные. В общем, всем пока! Пока!